Северокавказская магистраль отметила профессиональный праздник в начале августа. Железнодорожники получали поздравления и заслуженные награды. Сотрудники СКЖД приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели», который был приурочен ко Дню Железнодорожника. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 10 минут. С вами программа «Ритм дороги» в студии Эдуард Раткевич. В этом году профессиональный праздник тружеников стальных магистралей проходит под знаком 180-летия российских железных дорог. В Ростове-на-Дону главной праздничной площадкой стал культурно-спортивный комплекс «Экспресс». В холле «Экспресс» для гостей праздника устроили импровизированную выставку. Тут и модели поездов, и макет железнодорожного вокзала, и стенд с перечнем основных достижений дороги. Перед началом торжественной части для губернатора Ростовской области и других официальных лиц – небольшая экскурсия. Со сцены в этот день звучат слова благодарности железнодорожникам, как действующим, так и ветеранам отрасли. Их стараниями СКЖД прочно занимает одну из лидирующих позиций среди магистралей страны. Мы входим в тройку лидеров по реализации инвестиционных проектов и помогает нам выполнять задачи, безусловно, тот опыт и тот фундамент, который был заложен и реализован предыдущими поколениями северо-кавказских железнодорожников, нашими дедами, отцами, сегодняшними ветеранами, которые с нами в этом зале. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил железнодорожников за труд от имени всех жителей Донского региона. Громадный поклон и спасибо ветеранам вашей отрасли, которые все эти годы строили не только отрасль, но и строили наш Донской регион, который является одним из активно динамично развивающихся, и вы вносите в него очень существенный вклад. Если посмотреть на итоги работы, только что меня с этим ознакомили, объем налоговых отчислений в региональный бюджет сегодня самый большой среди всех предприятий Ростовской области. Спасибо вам за это от всех жителей нашего региона. Лучшим работникам Северо-Кавказской железной дороги в этот день вручили награды. Одна из них – памятный знак «80 лет Ростовской области». В числе других железнодорожников памятный знак получил начальник СКЖД Владимир Пястолов. Губернатор также поздравил 9 железнодорожников, получивших звание лучший работник транспорта Дона. Среди награжденных – Ольга Ивановна Афанасиаде. Ее стаж работы на СКЖД больше 25 лет. Начинала с щитоводом, сегодня начальник отдела. На Северо-Кавказскую дорогу меня привела моя свекровь Анкрашкина Маин Васильевна. Она тоже была начальником отдела бухгалтерского учета в свое время. Свекр мой работал на железной дороге. У нас как бы очень большая длинная история нашей семьи, которая посвящена Северо-Кавказской железной дороге. Награды за добросовестную работу получили лучшие машинисты, электромеханики, монтеры, дежурные СКЖД. Большинство из них работают на железной дороге всю жизнь. Стаж Вадима Худина больше 30 лет. Начальник СКЖД Владимир Пястолов вручил ему знак за добросовестный труд 30 лет на железнодорожном транспорте. С поездами свою жизнь связал еще в юности. Принимал участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также в подготовке объектов дороги к Олимпиаде в Сочи. Работаю на благо АО РЖД, тем самым внося пассивный труд и свои знания для дороги. Она мне платит таким же, что притянула и засосала таким образом, что и члены моей семьи, и дети также работают на этой дороге, которые также пытаются достичь каких-то целей для своих личных каких-то выгод и также для блага АО РЖД. Участвовали на празднике одной из старейших династий СКЖД – семью Петрицыных. Общий трудовой стаж династии – 800 лет. Ее основоположники стояли у самых истоков самой южной железной дороги страны. Завершил праздничную программу концерт, где свое мастерство показали лучшие творческие коллективы и артисты Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный. В рамках Дня железнодорожника в Ростове прошел благотворительный забег «Достигая цели», который также был приурочен к 180-летию железных дорог России. Организаторами выступили фонд «Линия жизни» и Северокавказская железная дорога. 40-градусной жарой их не испугать. В назначенное время все уже стоят на театральной площади. Для участия в благотворительном забеге «Достигая цели» собрались все, кто прошел предварительную регистрацию. Перед началом соревнования – традиционная разминка. Нужно отметить, что в таком формате железнодорожники отмечают свой профессиональный праздник впервые. Большинство участников – работники СКЖД. Их более 600 человек из разных регионов магистрали. Я за счет спорта поправил себе здоровье. И поэтому я могу спокойно сейчас работать производительно. Выносливость большая. Участников мероприятия приветствовали начальник Северокавказской железной дороги Владимир Пястолов, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Арекелян и первый заместитель главы администрации Ростова Александр Скрябин. И самое главное, дорогие друзья, мы не просто с пользой встретим наш профессиональный праздник, а за счет средств, собранных в ходе благотворительного забега, мы окажем помощь действительно тем, кто в этой помощи нуждается. Первый забег – дистанция 500 метров. Его участники – дети. Старт дает начальник СКЖД Владимир Пястолов. Первый прибегает Ксения Сараева. Ее мама – сотрудник СКЖД. Дистанции довольно, рассказывает финалистка. Все очень было легко, но под конец последний метров 10 уже сложно, но в принципе нормально. Мне очень понравилось, все так хорошо организовано, полный праздник, ощущение праздника. Все очень классно. В забеге Ксения участвовала впервые со своей подругой Араксой. Она пришла к финишу второй. Ощущение классно, очень много людей. Я думала, будет тяжело, но на самом деле нет. Следующие стартуют участники дистанции на 1520 и 5000 метров. Один из старейших участников забега – Николай Колосков, которому 80 лет. Программа тренировок у Николая Васильевича насыщенная. В 21-й школе в Батайске, в авиагородке, есть стадион школьный. Вот там хорошие дорожки. Вот вечером иногда выхожу и делаю пробежки. В бассейн хожу, 11-й год. А дома массажер, упражнения. В прошлом году ГТО сдал. А это самый маленький участник соревнования. Ване Владимирову 7 месяцев. И это его не первый забег. Семейный тандем Владимировых получил символический номер 1520 – стандарт российской железнодорожной колеи. Он совершенно спокойно отнесся к дистанции. Он бегает. На самом деле, это его уже второй забег. Первый забег был полумарафон, когда он был еще со мной. Мы пробежали 21 километр. Так что это уже вторая его дистанция. Медали коллекционируем. Памятные медали получили все участники забега сразу после финиша, вне зависимости от результата. Победителям и призерам на церемонии награждения вручили ценные подарки и призы. Денежные средства, собранные с регистрационного взноса, поступят в благотворительный фонд «Линия жизни». И пойдут на лечение Камилы Тагировой, которой поставлен диагноз «Деформация позвоночника». На Северокавказской железной дороге прошел традиционный ежегодный день информирования, на котором железнодорожники рассказали об изменениях в социально-кадровой и организационной политике ОАО «РЖД». Начальник СКЖД Владимир Пястолов отметил, что в настоящее время работа ведется по двум главным направлениям. Обеспечение безопасности движения и бесперебойности перевозок на полигоне дороги. И повышение собственной эффективности, снижение издержек. Необходимо отметить, что слаженный труд работников позволил в этом году достигнуть положительных результатов. И я уже говорил про победу в первом квартале. С начала года дороги выполняется план погрузки. К прошлому году погрузка увеличена более чем на 10%. Среднесуточная выгрузка вагонов возросла к прошлому году более чем на 6%. Сотрудникам рассказали о льготах и возможностях, которые предоставляет компания «Российские железные дороги». Начисление корпоративной пенсии через негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» – одна из наиболее обсуждаемых сегодня тем. Более 23 тысяч бывших работников наших предприятий получают негосударственную пенсию. При этом средний размер назначенной корпоративной пенсии по сети превышает 8300 рублей. На северо-кавказской дороге 7,5 тысяч. И об этом тоже нужно рассказывать. Нужно рассказывать вновь поступившим работникам. Железнодорожникам рассказали также о бесплатном билете на поезда за границу, скидках при оплате абонементов в фитнес-залы, корпоративное ипотечное аккредитование. Руководители дороги ответили на вопросы, волнующие работников дороги. Сегодня мы услышали эти вопросы. Они будут все переведены в формат поручений начальника дороги, соответственно, с закреплением сроков ответственных. И все вопросы, конечно, будут решены и воплощены в жизнь. День информирования проводят ежегодно в три этапа. Сначала в центральном аппарате ОАО «РЖД». Сегодня был второй этап – региональный. Следующий завершающий линейный этап организуют руководители предприятий и дирекции для своих сотрудников, для того, чтобы сформировать у них полное понимание социально-кадровой политики компании. А на этом у нас все. Отправляйтесь в летний отпуск на поезде. Приятных вам путешествий по железной дороге.